О том, чтобы в Ростове состоялось традиционное шествие советских солдат, просили сами ветераны. Иван Карменченко дошел до Берлина. По родной ростовской земле решил маршировать без оглядки, на здоровье. На фронт ушел в 17 лет артиллеристом. Сегодня не любит вспоминать тяготы войны. Приветствующий его в этот день молодежь готов научить армейской выправке и доброте. Он, воин-освободитель, в 45-м спасал от голода жителей немецких сел. Повар кричит нам со своей кухни, что же вы, хлопцы, не поилы, половина осталась. И посоветовал нам позвать жителей. Накормили немцам, потому что нас внушали нам то, что мы воюем не с немецким народом, а с немецкими фашистами. По звуке оркестра единым строем, плечом к плечу ветераны идут по Большой Садовой. По пути принимают поздравления. В этот день они главные люди страны. Когда осталось, дедам это победа, они готовы рассказать каждому. На площади ветеранов уже ждут. Готовности номер один. На плацу полторы тысячи людей в погонах. Бойцы внутренних войск, моряки, связисты, пехотинцы, ракетчики и спасатели. Ровно в 10. Театральная площадь замирает по команде Смирно. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал полтон! Поздравляю вас с праздником! Днем Победы! Ура! Ура! Мимо трибуны с почетными гостями чекание шаг марширует цвет русской армии. Нести знамя Победы. Этой честью удостоилась рота почетного караула войск Южного Федерального округа. Группа государственных плагов Российской Федерации и знамени Победы! Чтобы пройти красиво, офицеры, рядовые и курсанты готовились целый месяц. Репетировали даже по ночам. 9 мая равнение на ветеранов. Анатолий Копылов вспоминает свой первый парад после войны. В 45-м в Москву не попал. Маршировал на площади в Киеве. Во время прохождения мимо трибуны мою фуражку сбили штыком. Когда на руку брали, вот так я строй не нарушил, прошел. Сколько нас осталось, это немного, как говорят ребят, еще пока бодрее и в строю. После двухлетнего перерыва на плацу колонна армейской техники ветеранам показывают новые образцы вооружений. Впервые в парадах страны участвует бронеавтомобиль «Рысь» и БТР модификации 82А. Демонстрируют и мощь противоракетных и зенитных установок. У совершенствованных «Катюш» всего 50 единиц. Фронтовики довольны боеспособностью современной русской армии. Правда, у некоторых из них есть пожелания на будущее. Передайте командующему, ветеранов не поздравил Днем Победы. Хоть бы проехал, сказал, поздравляю вас, ветераны, с Днем Победы. Все-таки мы, солдаты бывшие или офицеры бывшие, воевали, отстаивали, умирали. Эту неловкость чуть позже исправит и губернатор Василий Голубев, и командующий войсками Южного военного округа Александр Галкин. У обоих Великую Отечественную воевали деды. Сегодня великий день. Мы вспоминаем и погибших, но думаем и о тех, кто сегодня живет. Конечно, окружаем их заботой. Поэтому, дорогие земляки, всех с этим замечательным, великим праздником Победы. Сейчас я хочу еще раз поздравить, в первую очередь, ветеранов, тружеников тыла. Дай Бог самое главное – здоровья. И чтобы еще много-много парадов, они были с нами вместе. После парада, выставки, концерты и всевозможные народные гуляния завершат этот день те, кто его и начинал, войска Южного военного округа. Артиллеристы ровно в 22.00 начнут салютовать. Небо над Ростовом вспыхнет 30 раз. Анна Соколенко, Сергей Зайцев, Южный регион.Инфо.